Здравствуйте! 1 октября исполняется 187 лет со дня взятия русскими войсками под командованием генерала Паскевича крепости Иривани. Эта победа русских войск стала достаточно выдающимся событием. После этого под контроль России пошло все ириванское хамство, и русские утвердили за Кавкази и получили в свое распоряжение важнейший стратегический пункт. На картине, которая зафиксировала эти исторические события, картина Рубо, видно, что это типичный восточный город с мечетями, с куполами мечетей, с миноретами. К сожалению, в современном Ириване такого вы не найдете. Почему так произошло? Дело в том, что несмотря на то, что Российская империя была достаточно вероективным государством и доброжелательно относящейся по всем национальностям, история территории, на которой было ириванское хамство, сложилась трагически, в первую очередь для коренного населения этой земли, азербайджанцев. Сейчас историки армянские сделали все для того, чтобы полностью стереть, стереть с памяти, с памяти поколений, станет потомков, станет и своего же народа, истинный образ Иривани. Тут нет ни старого центра, ни дворца ириванских ханов, ни мечетей. Это все равно, что, допустим, лишить Тбилиси и его исторической центральной части. Получается, Ириван превратился в единственную столицу, может быть, в мире, в которой просто уничтожен исторический центр. Между тем Ириван создавался и строился именно как выдающийся город, город азербайджанской культуры, город, который дорог в памяти каждого азербайджанца. Его основал выдающийся шах из азербайджанской династии сифилидов Исмаил I, который вошел также в историю мировой литературы под псевдонимом Хатайи. Его стихотворения вошли в сокровищницу мировой культуры. Строил город Ириван-Гулу-Хан, его ближайший сподвижник шаха Исмаила. И отсюда название Ириван, Ириван-Гулу-Ириван. То, что от тех времен и от более поздних времен Ириванского ханства не осталось ничего, чтобы напоминало, что там жили азербайджанцы, тюрки, это очень больно для азербайджанского народа. Это исторически полностью переворачивает все представление об истории. Пройдем аналогию. Что бы было, если, допустим, такие древние русские города, как Псков и Новгород, перешли под власть какого-то соседнего государства, там бы снесли, сперли со земли все церкви русские, построили что-то новое в 20 веке. Я бы видел, что русских там никогда не было, что там русские и не жили. Что вообще русские это какие-то варвары-пришельцы. И что это было когда-то в Великой Финляндии, Великой Эстонии, Великой Латвии. Или что-то вроде этого. Понятно, что русскому народу было бы больно и обидно. Ведь русские знают, что это их культура. Что здесь их были храмы, здесь жили их князья. А азербайджанскому народу тоже больно. Он знает, что Иривань, это было Ириванское ханство, это такое же было азербайджанское государство, как Новгородское государство, или Псковское государство, или Рязанское князь, которое было русским. Он знает, что там жили его предки. Там были памятники архитектуры азербайджанские. Этого ничего нет. И население, к сожалению, полностью азербайджанское население оттуда выдавлено. Целый пласт памяти исторической о целом народе, о целой эпохе, которая была совершенно недавно, это не прошло 200 лет, оно все уничтожено. Между тем, иерландское ханство в последние десятилетия своего существования было действительно независимым, суверенным азербайджанским государством. К нему, к иерландским ханам, как наравным, как владительным правителям, обращаясь российские императоры. Это память об этом государстве очень дорога азербайджанскому народу. Причем очень многие азербайджанцы, деятели азербайджанской культуры, они выходцы с этой территории, с территории иерландского ханства. И то, что полностью уничтожено, стерто с лица земли, вырвано сердце фактически иерланды, по-моему, нужно делать так, чтобы поняли политики в армении, те, кто хочет добра армянского народу, чтобы они не боролись с историей, чтобы они попытались восстановить историческую правду и историческую справедливость, чтобы они позволили вернуться азербайджанским беженцам на территорию своего государства, на территории Иеревани, территории бывшего иерландского ханства, чтобы были восстановлены там культурные ценности азербайджанского народа. Самый азербайджан и азербайджанский народ тоже, он мог предпринять шаги навстречу для того, чтобы вернулись армяне в Баку, вернулись в другие азербайджанские города. Ведь веками была дружба между нашими народами. И так грубо прикраивать историю, это очень некрасиво. Ведь на момент присоединения Иереванского ханства к Российской империи около 90% населения здесь составляли тюрки-азербайджанцы. И так иначе не могло быть, потому что Иереван был стратегически важной приграничной крепостью. В крепости жил военный гарнизон, а воинами были в основном тюрки-азербайджанцы, там жили их семьи. Армяне там тоже жили, они пользовались выгодным приграничным поражением, они занимались приграничной торговлей, были слободы ремесленников. Азербайджанские правители ничем не ущемляли армянское население. И когда присоединилось Иереванское ханство и другие азербайджанские ханства к Российской империи, азербайджанцы надеялись, что Российская империя, как и обещали и российские императоры, и российские командующие на Кавказе, учтет все права, все пожелания мусульманского азербайджанского населения, что не даст их в обиду, не даст нарушать их права. К сожалению, и позднее, и особенно позднее было массовое заселение земель Иереванского ханства других азербайджанских земель переселенцами Сосманской империи, армянами, которые потихонечку вытесняли азербайджанского населения. И, конечно, трагически сложилась судьба азербайджанского населения в советские времена и последние годы, когда методично, шаг за шагом, выдавливали коренное тюркское азербайджанское население из Еревани и ее окрестностей. Для жителей Грузии, для грузинского народа, очень важно, чтобы наши соседние, наши братские народы, азербайджанцы и армяне, нашли наконец-то взаимопонимание и начали цивилизованный диалог. А цивилизационный диалог начинается с того, чтобы признать историческое наследие, цивилизационное наследие соседнего народа, не уничтожать его, а всячески хранить, сберегать, дать ему развиваться. Это пойдет на пользу и армянскому, и азербайджанскому, и, конечно, грузинскому народу. Спасибо. Продолжение следует...